Друг, ты все еще хочешь попасть в лучшие комментарии? Тогда я не пойму, почему ты все еще не поставил свой лайк и не написал свой комментарий. Как это сделали эти ребят? Давай скорее кликай на кнопку подписаться. Также не забывай про свой драгоценный лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. И еще кое-что. Как вы знаете, я уже 5 лет занимаюсь ютуб каналом. И у меня есть мечта. Достичь 10 тысяч подписчиков. И я буду безмерно благодарен, если ты не пройдешь мимо и подпишешься. Это реально очень важно для меня. Ну а теперь к основному ролику. Погнали! И всем огромный привет, друзья! С вами, как обычно, я Саня. Вы на канале Играты и Добро пожаловать. У нас сегодня новая серийка по игре Нетфор Спит Вороуд, он же Эволвед. Контейнеры. Вторая часть. Напишите в комментариях, ждали ли вы открытия контейнеров. Продолжение этой, так сказать, рубрички, которая у нас стартовала на моем канале. Итак, вот тот самый контейнер, который хранит в себе какую-то эксклюзивную тачку. Цена без скида, к сожалению, распродажа закончилась. Цена стоит одного открытия 500 тысяч долларов. И надеюсь, это окупится. Потому что вы прожмете лайк, подпишитесь на канал и напишите свой самый топовый комментарий. Ну, а мы начинаем. Погнали, друзья. Открываем первый свой контейнер. И, внимание, это Ауди. Ну, не сказал бы, что... Я, скорее всего, вообще не отбил свои 500 тысяч. Поэтому... Нет. Это минус. Это просто минус деньги. Давайте откроем следующий контейнер. Вот это вот постоянно выходить, заходить сложно. Так, где контейнер делся? Подожди, он же тут внизу был. Трафик контейнер. Вот он. Покупаем следующий контейнер. Итак, все цены вы будете видеть у себя на мониторе. Если что, я потом при монтаже... Очередная R8. Очередная R8. У меня она уже есть. Была в прошлой части. Хотя, если вы не видели прошлую часть по открыванию контейнеров в NeatForcepeed World, он же Evolved, то советую посмотреть. Были некоторые тачки очень-таки нехеровые. Третий контейнер. Открываем. И надо закрывать глаза. Надо закрывать глаза. И что же это может быть? Рендровер? Сколько стоит рендровер? Я думаю, ну, 1500 точно должен стоить. Мы должны отбиться хотя бы с этого контейнера. Очередной контейнер. Открываем. Закрываем глаза. И это у нас... Форт. Серьезно? Форт? Да ну нафиг. Ну, 1280, может, 300 он стоит. Не знаю. Вы сейчас видите, сколько он стоит? Я еще, если что, не вижу. Ой, переходим к следующему контейнеру. Где эти все тачки, которые донатные, эксклюзивные? Где эти все автомобили? Покупаем, покупаем. И открываем новый контейнер. И у нас выпадает... Камару СС. Заврали? Получается. Я не знаю, сколько он стоит. Вы увидите сейчас все это на мониторе. А я до сих пор в сомнениях. Стоит ли мне тратить бешеные деньги для того, чтобы открывать эти контейнеры и получить какую-то эксклюзивную тачку? Есть ли она вообще здесь? Кто-то мне писал, что есть тут охеренные автомобили, которые стоят, ну, очень дорого. Очень дорого. И они эксклюзивные. Ну, пока, пока. Подожди. А Nissan разве вот этот? Вот именно этот Nissan? R32 вроде кузов, если я не ошибаюсь. Он не донатный ли случаем? Его в любом случае я оставлю, потому что, ну, это легенда. Все начиналось с первого форсажа. И вот он. Очередной контейнер на подходе. И немедленно, немедленно. Сразу открываем, смотрим, что уже выпадет. Сейчас может какой-нибудь другой Nissan, да? Да ладно? Не, ну, какая доля вероятности, что уже будет у меня третья Mazda RX-8? Но мы не сдаемся. Мы открываем следующий контейнер и что же выпадет с него? Я думаю, наверное, хаммер. Потому что, ну, конечно. Куда же без хаммера, который стоит 180 тысяч? Нет, Mazda! Очередная Mazda это пятерка вроде, да? MX-5, да? Это старенькая Mazda, которая так же, наверное, ни хрена не стоит. Зачем? Почему вы меня так мучаете? Пожалуйста, контейнер. Ну, выпадите и обрадуйте меня. 500 тысяч! Напоминаю, 500 тысяч я трачу на одно открытие. Просто-просто... О, достижение я счастливый коллекционер! Это значит, что? Это мы получаем достижение, плюс сейчас, скорее всего, выпадет... Ебать! Это Ferrari, друзья! Я не знаю, сколько она стоит, блядь! Вы уже знаете, сколько она стоит? А я не знаю, сколько она стоит. И мне кажется, она стоит очень-очень дорого. И не вовремя мне звонит телефон. Скоро вернусь. Ну, после Ferrari, я думаю, нам сейчас очень сильно повезет. Потому что, ну, ни хера себе, а я бы сказал бы. И только не Mazda. Только не Mazda. Mitsubishi 10. Десятка, десятка. Мне нравится, мне нравится. Но, к сожалению, она не так дорого стоит, как хотелось бы. Ну, в районе, наверное, 350, может, тысяча она стоит. Но я, я жду, я жду, что сегодня что-то еще с удивлением я открою, и мне выпадет какая-нибудь охуенная тачка. О! Подожди. R8. R8. Audi R8. Насколько я помню, она вроде тоже не из дешевых. Поэтому я считаю, что уже нехило мы пооткрывали. И, наверное, еще давайте парочку откроем. Я напомню, ребят, чем больше лайков, чем больше мотивации будете, активности будете делать под роликами, тем я буду чаще записывать ролики по той или иной игре, которую вы смотрите, которую бы лайкать. Вообще, лучше все мои ролики смотреть, потому что я стараюсь делать до вас разнообразный контент. И что-нибудь хорошее. Пожалуйста. Ух ты! А ты что? Это... Это... Это что? Это Corvette. Это... Это Corvette. Я не знаю цену, но если бы это было в реальной жизни, это охуенный экспонат, который стоил бы дохуи ищи денег. Давайте еще один откроем. Ластовый. Ластовый контейнер. Блин, что-то чем дальше ты открываешь, чем дольше ты их открываешь, тем больше вероятности, что выпадет какая-нибудь годнота. Итак, последний. Последний. Красный. Последний. Ластовый контейнер. И это... Что это? Это Nissan какой-то, скорее всего. А ну сейчас смена. Размейте. Это Ford Capri. Ford Capri. Каком-то охеренном обвесе. Скорее всего, который стоит кучу денег. А может даже, какие-то донатные вот это вот обвесы. Не знаю. Потом посмотрю, когда буду монтировать видеоролик. Ну, в принципе, как-то вот так. Нехило. Мы сегодня потратили денег. Некоторые тачки нормальные, некоторые, конечно, повторения. Но все равно. Все равно ролик удался. Я так считаю. Если он вам понравился, прожимайте свой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свои комментарии. Лучше комментарии попадают в видеоролик. Я с вами буду прощаться. С вами был Санеград. До новых встреч. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова